Уровень воды потихоньку смещается, вот тут есть не глянуть, рядом с нами стена, и видно, что вода доходила на полметра выше, и за последние сутки она действительно пошла на спад, мы в частности поэтому решили с коллегами выйти сегодня в лодке, показать вам чуть больше масштаба затопления, чем в предыдущие дни. Обстановка продолжает оставаться достаточно напряженной, вот по-моему прямо сейчас продолжается какой-то такой не очень интенсивный, но достаточно громкий обстрел города. Да, но мы слышим то, что туда идут обстрелы. С него на правый берег продолжают работать в таких тяжелых условиях спасатели, и это спасатели государственной службы по чрезвычайным ситуациям, и волонтеры, которые приезжают в город со всей страны и из-за рубежа. Единственное, что да, после вчерашних обстрелов, о которых мы рассказывали вчера, они не прекращаются фактически там, на ночь стало немного потише, а вот где-то в обед уже сегодня снова все продолжается. Сейчас военные полиции пытаются как-то взять это чуть больше под свой контроль, потому что вчера уже под вечер, ну, создавалось впечатление, что тут вдоль акватории плавают все кому, ну, типа, у кого есть на чем на самом деле. Сейчас это пытаются хоть как-то более-менее держать под контролем, потому что действительно, как правду говорили коллеги в предыдущем сюжете, мины теперь составляют основную опасность. Мины с пластиковым корпусом действительно поднялись с берегов. Я напомню, что бои между Украинской и Российской армией через берег велись более чем полугода, и оба берега были достаточно плотно заминированы, чтобы препятствовать диверсионным группам противника высадиться на берег. И эти мины после затопления, скорее всего, все поднялись и плывут по реке, и вот днем до нас доходили сообщения. Я не смог их проверить, и не буду говорить, что это точно, что были уже первые жертвы на лодках, которые подорвались на плавучих минах. Игорь, скажи, а как обстоят дела с логистикой? Всем ли обеспечены люди в пострадавших районах? Не со всеми районами есть постоянная связь, но ситуация, как ты понимаешь, 48 населенных пунктов в общей сложности находятся под водой. Это, насколько я понимаю, то, что только касается правобережья. Более около 2,5 тысяч человек уже эвакуированы, многие по-прежнему отказываются эвакуироваться. И вот буквально вчера или сегодня утром, я не помню точно, глава военной администрации Херсонщины Прокудин уже то ли жаловался, то ли журил жителей некоторых районов Херсона. Это, в частности, речь шла об острове, микрорайоне Корабелл, где есть там частный сектор людей, которые не хотят покидать. Там осталось реально несколько домов, из которых не хотят уезжать местные жители, которые действительно находятся в бедственном положении. Они находились в бедственном положении все последние полгода, потому что этот район находился под весьма тяжелым островом. Но они все равно не хотят оттуда уезжать. Они сидят там, они просят о помощи, им, рискуя жизнью и здоровьем, продолжают подвозить хлеб, воду и какие-то средства всего необходимого первым. Первые, тем не менее, они отказываются эвакуировать, а о принудительной эвакуации здесь речь пока не идет. Сегодня мы с коллегами были в одном из крупных волонтерских центров. Туда продолжают привозить гуманитарку, оттуда продолжают развозить гуманитарку по всем окружающим селам. Это вода, продукты, медикаменты, какие-то средства первой необходимости. В город продолжают приезжать лодки. Но то, что наверняка будет нужно в ближайшие месяцы, это то, что говорят сами координаторы гуманитарной помощи. Это насосы, это фильтры, это средства очистки воды, потому что вода действительно начинает идти на спад. Никто не знает, когда она спадет достаточно для того, чтобы начать какие-то восстановительные работы и какой это будет уровень. Потому что все-таки дама разрушена, уровень воды в Днепре само по себе будет какой-то новый, очевидно. И это все когда-нибудь нужно останавливать. Эту воду нужно будет откачивать, ее нужно будет как-то дальше очищать. Но когда это все начнется, я пока тебе не могу сказать. Игорь, а скажи, помимо гуманитарной помощи пострадавшим предоставляются какие-то денежные выплаты или компенсации? Ну, если ты знаешь, что с мая в Украине начала действовать программа выплаты компенсации за разрушенное жилье, она продолжает работать. То есть она подходит под эту программу? Ну, пока что наводнение не стало одной из причин. Речь тогда еще помню об обстрелах, типа, об разрушенных в результате обстрелах и боевых действий. Я думаю, компенсации за это жилье рано или поздно. Учет, по крайней мере, ведется уже сейчас. Мы видели, что уж для жителей абсолютно затопленных районов, опять же, я говорю в Херсоне, это речь идет о микрорайоне Корабелл и Остров, от них уже принимают заявки на денежную, на материальную гуманитарную помощь. Это, я так понимаю, какие-то такие короткие выплаты, чтобы поддержать людей, которые остались вообще ничего, которые бросились в свои дома и разъехались куда-то по родственникам, по знакомым или по убежищам, по шелтерам. По крайней мере, у власти и международные гуманитарные организации начали собирать данные у людей. Это на третий день, это то, что я сегодня видел своими глазами. Могу? Игорь, ну и если можно коротко, есть ли информация по погибшим и по тому, сколько удалось людей эвакуировать? Эвакуировали, по последним данным, около двух с половиной тысяч человек, это на пробережную Украине. По погибшим не подтвердилась информация о погибших в результате вчерашнего обстрела. Очень обрывочная информация доходит о погибших на левом берегу Днепра. Насколько мы там можем опираться на сообщения российских властей. Эвакуация продолжается. Я думаю, что, к сожалению, тела погибших будут обнаружены, когда вода начнет сходить. Этих людей просто сейчас нельзя найти. Субтитры создавал DimaTorzok